МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Они работают, когда вы отдыхаете. Они видят абсолютно всё. Их миссия всегда выполнима. Они агенты 1-0-0. И они спасут Чувашскую республику. Маргаурский район. Это 177 населённых пунктов, 16 сельских поселений. Это место, где чтут память героев и производят современную технику. А ещё Маргаурский район. Это место притяжения туристов. Водопад серебряный каскад, единственный в Чуваши, находится у деревни Кузькина. Берёт начало из подземных течений реки Сундырь и Родников. Раньше водопад был выше. Глинистая почва постепенно обваливается, уменьшая высоту падения воды. Совет. Перейти в путешествие к водопаду удобную обувь и средства от комаров. Ещё один полетник природы, самый старый тут Чуваши. Его так и называют старейшина Чувашских дубров. Внимание! Мусор! Внимание! Новая миссия для агентов 1.0. Команда! Общий сбор! Высота дуба 24 метра. До удара молнии он был ещё выше. Чтобы обхватить мощный ствол, потребуется помощь друзей. В 2013 году приехали специалисты из Москвы в Центр древесных экспертиз. И мы с ними исследовали этот дуб. Буравчиком керна пробурили со специалистами в Центр дерева. И после соответствующей обработки в Москве выяснилось, что этому дубу 362 года. Это 2013 год. А сейчас этому дубу великану 369 лет. Сейчас старейшина Чувашских дубров участвует в конкурсе «Российское дерево» года. Призываю подтверждать республику. Вывожу ссылку для голосования. От дуба идёт хорошая энергетика. Давайте, ребята, можете вы сами попробовать прислониться или приложить свои руки и почувствуйте. Я, например, чувствую тепло. А вы что почувствуете? Сейчас ваши ощущения. И тут же можем мы достать записки. Записки ребят со своими пожеланиями. То есть дуб исполняет желания? Да. В старину было такое поверье. Когда человек идёт в лес, он должен был поклониться в первую очередь деревьям и спросить разрешение, можно ли войти в лес. И, естественно, и в песнях, и в стихотворениях, и на картинах всегда изображали величавые деревья. Дуб, липа, орешник и берёзу. Посадкой дубов, кедров, туй и других деревьев в этих местах занимался знаменитый учёный лесовод Бронислав Ильич Гузовский. Бронислав Ильич Гузовский в своей практике использовал 11 методов выращивания дубра. И он использовал по площади на 1 квадратный метр сколько желудей надо сажать, до 9 желудей, на квадратный гектар 2800 желудей. И чтобы дуб хорошо взошёл, ему нужно было три условия – солнце, тепло и вода. Он был авторитетом для местного населения. И хочу заметить, что впервые в Чувашии Бронислав Ильич Гузовский завёз помидоры. За 24 квадрата работы в Чувашии Гузовский посадил поле тысячи гектаров леса. В Чебоксарах есть улица Гузовского. А в Ольгинской средней школе в его часть открыли музей. У меня в руках находится мерительный инструмент, то есть ничего, который называется метод. А зачем измерять дерево? А дерево это самое измеряю, значит, во-первых, узнать диаметр соответствующий, потом по таблице можно узнать возраст и можно узнать, сколько ремесивных можно получить с этого дерева. Ещё одна гладость школы – клуб юных восходовцев. Мы занимаемся тем, что мы учим людей, как нужно вести себя на воде и около неё, как зимой, так и летом. То есть мы знаем, как подбираться к утопающему, как оказывать ему первую медицинскую помощь. То есть нас учат тому, что не надо впадать в какие-то панические атаки и вести себя чётко и слаженно. Лесно я благодаря этому клубу научился плавать, вязать морские узлы, оказывать первую медицинскую помощь, грести на лодке и много всего другого. На территории Маргаурского района обитают лоси, кабаны, а ещё африканские страусы. Уникальная ферма также находится в ульдинском сельском поселении. Похоже, они очень любопытны. А что они делают целый день? Целый день у них много дел. Вот в данный момент они проявляют любопытство к нам, ещё очень любят кушать мух, мошек на лету. Постоянно клювик у них работают, они постоянно их лопают. Они следят за территорией. Потому что неинтересно. Ну и мало ли, опасность какая-то. Поэтому они всегда всматриваются, всегда на чеку. Чуварский климат страусам подходит. Они отлично себя чувствуют и при 40 градусах мороза, и при 60 градусах тепла. На самом деле они не прячут голову в песок. В мультиках это классно смотрится, но такую легенду выдумали древние люди, наблюдая за их поведением. Страус очень стрессовая птичка, боится всего. И зная это, они почему-то подумали, что от страха, от стресса они прячут голову в песок. На самом деле страус часто залазит в норки, оттуда достаёт, очень любит он кушать черепашек, змеек, ящериц, мышей. И вот иногда он достаёт себе пропитание таким образом. А часто выбирает камушки разных размеров и проглатывает дык для пищеварения. В желудке у страуса где-то около килограмма таких камней набирается. Внимание, внимание! Накормить страусов! Новая миссия для агентов 1.0. Страусов очень небольшой мозг, он с размером с грецкий орех, и оттуда страдает память страуса, то есть он забывает очень всё быстро, 15 минут. Поэтому имена давать бесполезно у нас каждый, называя кто как хочет их, для них это не имеет значения. Они всегда за 15 минут снова идут с нами знакомиться. Продолжаю искать интересные факты о страусах. Эти птицы развивают скорость до 90 км в час. Забавных историй, конечно, много. Когда строили забоны страусом, одна взрослая самка сбежала, и она бегала по полям, а Дима пересел в свою машину и гонялся за ней. Гонялся не то, чтобы её поймать и догнать, потому что было невозможно, она была впереди, а чтобы её измотать, чтобы она сбросила скорость и устала. Действительно, она устала под конец дня. И вот они вместе дошли до третьего загона, и так он её завёл, уставшую. А можно на страусов кататься? На страусов можно кататься, так делают многие туристические страны, например, Вьетнам, Таиланд, Испания. Кататься только на мальчиках, на взрослых самцов, а страусёнка выращивают с трусоводы, он привыкает к рукам, к человеку, поэтому он не боится, он становится контактным. Но кому-то, может быть, это нравится, адреналин, но животное приходится работать, то есть птица работает каждый день, поэтому вопрос спорный. тем не менее, это взято из древности, потому что раньше фараоны въезжали, так скажем, на страус, это было почётно, особенно в празднике. Сколько экскурсий идут, меня всегда все спрашивают. Это яйцо настоящее, если не настоящее, то чем его покрыли, оно полностью настоящее, ничем не покрыто, ничем не обработано, просто смитой водой. Вообще яйца страуса весит от 800 грамм до 4,5 килограмм, то есть он достаточно тяжёленький. И в таком, в полтора килограммовом яйце умещается 30 куриных. Держите, вы можете сейчас посмотреть, потрогать. Страуси на яйцо считается самым диетическим продуктом, у него очень минимальное количество фолестерина, очень много магния, магнца, витамина В5, и это очень полезно нашим сосудам и нашему сердцу. Яйца для гурманов, пёрышки для мотниц. Сотрудники фермы научились делать красивые серьги и груши из перьев, страусов, павлинов, фазанов. Наша миссия сегодня выполнена на отлично. В год столетия образования Чувашской автономной области на страже порядка агенты 1-0-0. До встречи в вашем городе, в деревне, в селе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА